Дениса Гончаренко 24 сентября состоялся турнир FF, на котором принял участие наш боец Дмитрий Баранов, который одержал безоговорочную победу и доказал испанцу, что не стоит злоупотреблять сиестой. Пожелаем Дмитрию одержать победу в этом гран-при. 23 сентября прошел турнир под названием Superstar Fight, в котором наш боец Петр Романкевич боксировал против китайского спортсмена в главном бою вечера и одержал победу над противником тяжелее Петра на 30 кг. Еще одну победу одержал наш боксер Иван Бистбаранчик и вошел в топ-10 лучших боксеров мира не старше 25 лет по версии авторитетного американского издания Los Angeles Times. 24 сентября состоялся турнир FF, на котором принял участие наш соотечественник Артур Исаянс. К сожалению, Артур уступил своему сопернику решением судей. Еще один боец, о котором вы должны знать и болеть, это Игорь Летошик, который участвовал в турнире ACB46 Young Eagles 13 и одержал уверенную победу. Евгений Мехков из Patriot Gym успешно дебютировал на турнире DSF Eliminator. Нокаутировал во втором раунде поляка Якуба Бартника. Бой проходил по правилам K1 весовой категории 81 кг. Игорь Бугаенко, 16 октября в Голландии. Болеем за нашей, уже совсем скоро. Представляем вашему вниманию ребят из бойцовского клуба Gladiator. 27 октября в клубе Aurora Concert Hall пройдут международные состязания по смешанным единоборствам с залп Авроры, на котором примет участие наш боец Максим Пугачев. Закончился бой в Китае по правилам MMA нашей Елены Кучинской. К сожалению, Лена уступила своей сопернице. Поддержим ее и пожелаем в дальнейшем только побед. Подошел к концу Кубок Европы, который проходил в Чехии по кикбоксингу. И сейчас мы познакомим вас с нашими победителями. Владислав Едешко, боец из клуба Булат. Николай Шосток, боец также из клуба Булат. И Давид Чубревич, также представитель клуба Булат. А сейчас хотелось бы напомнить о грандиозном мероприятии, которое вот-вот состоится в Минске. И это чемпионат мира по грэплингу УВВ, который пройдет с 29 сентября по 2 октября. Все пройдет на проспекте победителя, дом 105, в легкоатлетическом манеже, город Минск. А это значит, что нам не нужно ехать куда-то за границу, чтобы посмотреть на схватки мирового уровня. Значит, что мы можем прийти и поболеть, и поддержать наших ребят на этом мероприятии. 21 страна, 600 участников. Это действительно нельзя пропустить. Так что готовимся, 29 сентября увидится в Минске. До встречи, друзья! Ну а на этом пока все. Не забываем подписываться на канал, вступать в группу, чтобы не пропускать наши выпуски. Вы смотрели SLT Fight News. Лучшие новости мира единоборств в Беларуси. До новых встреч, друзья!